ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 2 И мы продолжаем новую рубрику серии второго сезона на нашем канале. ТУ-144 – это сверхзвуковой пассажирский самолет, созданный в Советском Союзе в конце 60-х годов. Он был запущен в серию и некоторое время использовался для коммерческих перевозок пассажиров. В СССР на ТУ-144 возлагали очень большие надежды. Эта машина должна была соединить регионы огромной страны, а позже выйти на международные маршруты. Однако этого не случилось. ТУ-144 ТУ-144, несомненно, является легендарной и уникальной машиной. Это первый пассажирский самолет в мире со сверхзвуковой скоростью. Одновременно с ним создавался еще один сверхзвуковой реактивный пассажирский самолет – легендарный англо-французский «Конкорд». По сути, разработка этих двух самолетов была еще одним соревнованием эпохи Холодной войны. Советские конструкторы ни в чем не уступили своим западным визави, однако проект советского сверхзвукового самолета проиграл «Конкорду» экономически. Полеты на сверхзвуковых самолетах были очень дороги, а в СССР, как известно, богатых людей не было. Билеты окупали лишь малую часть расходов на топливо и обслуживание этих самолетов. Западный пассажир был готов платить за комфорт и скорость. Именно поэтому «Конкорды» стали успешным коммерческим проектом. А Ту-144 вскоре канул в лету. Для сравнения можно привести две цифры. За все время эксплуатации «Туполевский» самолет перевоз 3804 пассажира, а «Конкорд» – более 2,5 миллионов. В качестве пассажирского лайнера Ту-144 использовался меньше года. Позже самолеты применяли других целей. На них проводили испытания или привозили срочные грузы на большие расстояния. Всего было выпущено 16 самолетов. Последний полет Ту-144 состоялся в 1999 году. Ту-144 установил 13 мировых рекордов. С вами «Военная техника-2» и мы продолжаем свой рассказ о легенде Советского Союза в самолете Ту-144. 50-е и 60-е годы прошлого столетия стали эпохой стремительного развития реактивной авиации. В 1947 году американский экспериментальный самолет «Белл-Х1» смог преодолеть звуковой барьер. В середине 50-х СССР и США приступили к созданию серийных истребителей со сверхзвуковой скоростью. В середине 60-х годов технологии создания подобных машин уже были обкатаны, и конструкторы всерьез задумались над созданием пассажирских самолетов со сверхзвуковой скоростью. Тогда это было действительно велением времени. К тому же использование подобных машин сулило авиакомпаниям значительные преимущества. Сокращалось время полета, отпадало необходимость сделать промежуточные посадки для заправки самолета. Создать сверхзвуковой пассажирский лайнер оказалось весьма непростой технической задачей. Американцы, взвесив все «за» и «против», отказались от этой идеи, признав ее нецелесообразной. В Европе разработкой подобного пассажирского самолета занимались англичане и французы. В 1962 году они решили объединить усилия. Совместный проект сверхзвукового лайнера получил название «Конкорд». Заинтересовались подобным самолетом и в Советском Союзе. Тем более, что европейцы не делали тайны из своих разработок. Макеты будущих лайнеров экспонировались на международных авиакосмических салонах. В СССР создание пассажирского сверхзвукового лайнера поручили конструкторскому бюро Туполева, специалисты которого имели самый богатый опыт постройки реактивных пассажирских самолетов. Кроме того, именно туполевцы создали бомбардировщик Ту-22, обладавший сверхзвуковой скоростью. В 1963 году появилось постановление Совета министров, в котором предписывалось создать пассажирский лайнер с дальностью полета 4,5 тысячи километров. Крейсерской скоростью 2700 км в час и пассажировместимостью 100 человек. Работы над новым самолетом начались в 1964 году. Уже на следующий год макет машины был показан на выставке в Ле-Бурже. На вопрос, когда же его действие поднимется в воздух, Андрей Туполев обычно отвечал на два месяца раньше Конкорда. В итоге так оно и получилось. Во время работы над самолетом конструкторам пришлось столкнуться с многочисленными трудностями необычной аэродинамической машины. Нагревом корпуса на высоких скоростях и его деформацией. Им пришлось создавать новые материалы и системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров. Особенно много времени ушло на разработку подходящей конструкции крыла. В аэродинамической трубе были опробованы около 200 вариантов. Ту-144 впервые поднялся в воздух 31 декабря 1968 года. Это произошло на два месяца раньше полета Конкорда. В следующем году самолет сумел достичь скорости звука, а летом 1970 года в два раза превысил ее. Появление в СССР сверхзвукового пассажирского лайнера стало настоящей мировой сенсацией. В 1971 году Ту-144 выполнил несколько пробных рейсов между Москвой, Софией, Берлином и Парижем. В этот период началась экспериментальная эксплуатация этого самолета в аэрофлоте. В состав силовой установки самолета входили четыре двигателя ТРД НК-144А или РД-3651А, которые имели попарное расположение. Фюзеляж самолета условно делился на три части – носовую, центральную и хвостовую. В носовой части размещалась кабина экипажа. Ее фонарь был вписан в обводы фюзеляжа и носовой обтекатель, который мог подниматься и опускаться. В центральной части лайнера располагались пассажирские салоны, которые вместе с носовой частью образовывали единое целое. В хвостовой части Ту-144 располагался топливный бак Кессон, а в ее законцовке находился контейнер для тормозного парашюта. Крыло самолета имело переменный угол стреловидности. Он составляет 76 градусов в корневой части и 57 на его концах. Обшивка крыла выполнена из плит специального алюминиевого сплава. На задней кромке крыла расположены элевоны, изготовленные из титанового сплава. Кабина самолета для улучшения обзора во время флюзлета и посадки была сделана опускающейся. Подъем и опускание кабины производилось с помощью гидравлического привода. Топливо располагалось в 18 топливных баков, находящихся в крыльях лайнера. Также Ту-144 имел специальный балансировочный бак, установленный в задней части фюзеляжа. Он принимал топливо во время перехода самолета с дозвукового полета до сверхзвукового. Управление Ту-144 осуществлялось с помощью бортовой электронно-вычислительной машины. Заход на посадку происходил автоматически при любой погоде и в любое время суток. Также автоматика отслеживала состояние и работу всех бортовых систем, что было новинкой для советского авиастроения. Интересной особенностью Ту-144 являлось переднее выдвижное горизонтальное оперение ПГО, которое располагалось в передней части фюзеляжа, сразу за кабины пилотов. ПГО создавало дополнительную подъемную силу и увеличивало маневрность самолета. Также с помощью горизонтального оперения можно было быстрее снижать скорость при посадке, что позволяло Ту-144 использовать более короткие взлетно-позадочные полосы. Экипаж Ту-144 состоял из трех человек. Пассажировместимость составляла от 98 до 150 человек, в зависимости от модификации лайнера. С вами «Военная техника-2» и мы продолжаем. Одним из наиболее важных дней в истории Ту-144 стало 3 июня 1973 года. В этот день в Лебурже во время показательного полета разбился первый Ту-144. Трагедия случилась на глазах 350 тысяч зрителей. Катастрофа произошла неподалеку от французского городка Гусенвиль. Погибли 5 человек экипажа, 7 местных жителей, почти 30 человек получили ранения. Советский лайнер пытался продемонстрировать маневр, который накануне выполнил «Конкорд». Пролететь на взлеты посадочной полосой, а потом снова набрать высоту. Однако сделать задуманное не получилось. Самолет начал резко пикировать, а на высоте 120 метров стал разваливаться на части. Сначала отвалилось одно крыло, затем хвостовой отсек, затем конструкция лайнера разруслась полностью. Причины катастрофы окончательно не выяснены и по сей день. Есть версия, что экипаж был вынужден сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения с истребителем «Мираж», который фотографировал Ту-144 в полете. Согласно другой гипотезе, во время выполнения маневра у самолета отказала система управления. Через много лет один из руководителей ОКБ Туполева в интервью с журналистами признался, что на самолете стояли некоторые еще не испытанные блоки. В официальном заключении указывается, что катастрофу могло вызвать падение человека в кабине лайнера, но подчеркивается, что материальных доказательств этого так и не было найдено. В итоге причины катастрофы были названы неустановленными – пилотов похоронили на Новодевичьем кладбище. Несмотря на катастрофу 1973 года, Ту-144 был показан на авиасалоне в Лебурже и в 1975, и в 1977 году. Во время визита генсека Брежнева во Францию в 1977 году ему был предемонстрирован «Конкорд», к тому времени выполняющий международные и межконтинентальные рейсы. После прилета домой Брежнев приказал начать коммерческую эксплуатацию Ту-144 в СССР. Еще ранее начались работы над увеличением дальности полета лайнера. На Ту-144 были установлены новые, более экономичные двигатели – РД-3651А. Модификация самолета получила наименование Ту-144Д. 26 декабря 1975 года лайнер выполнил первый рейс Москва-Алма-Ата, перевозя почту. В конце 1977 года начались пассажирские перевозки. Два самолета летали по маршрутам Москва-Алма-Ата. На них были установлены двигатели НК-144А, позволявшие Ту-144 пролететь не более 3000 километров. Стоимость билета на Ту-144 составляла 80 рублей, тогда как цена билета на обычный самолет была 62 рубля. Запаса топлива едва хватало до точки назначения. Резервов у пилотов не было. Если бы по каким-то либо причинам самолету отказали в посадке в Алма-Ате, то садить борт было негде. Каждый полет Ту-144 превращался в настоящее испытание и для летчиков, и для авиационного начальства. У советского руководства были серьезные планы на Ту-144. Модификацию Ту-144Д хотели пустить по маршруту Москва-Хабаровск, а дальше вывести на международные рейсы. Однако этому не суждено было сбыться. 23 мая 1978 года потерпел катастрофу экспериментальный самолет Ту-144Д. Из-за разрушения топливопровода произошло возгорание третьего двигателя и задымление кабины. Экипаж пошел на вынужденную посадку. В результате этого происшествия погибли два борта инженера. Они не смогли погибнуть самолет после приземления. 31 июля 1980 года с Ту-144Д произошла еще одна нештатная ситуация, которая едва не закончилась трагически. На сверхзвуковой скорости произошло разрушение одного из двигателей. Экипажу удалось посадить машину, а двигатели были отправлены на доработку. Во время испытаний они показали неудовлетворительную работу. Кроме этого в стране произошла смена власти. Умер Брежнев, а новое руководство государства относилось к проекту нового самолета скептически. В конце концов было принято решение продолжать осуществлять перевозки более простыми и дешевыми дозвуковыми самолетами. А проект Ту-144 закрыли. Еще какое-то время лайнеры использовали для доставки срочных грузов и проведения испытательных полетов. На Ту-144 даже тренировались летчики, задействованные в программе первого советского челнока «Буран». Основной причиной прекращения проекта Ту-144 стали не технические проблемы и даже не катастрофы, а его экономическая нерентабельность. Даже для Советского Союза, где не слишком любили считать деньги, эксплуатация этого лайнера была слишком дорогой и бессмысленной. Со старыми двигателями дальность его полета составляла около 3000 км, что было очень мало для скоростного сверхзвукового самолета. На дальних маршрутах лайнеру приходилось совершать посадки для дозаправки. Это сводило на нет все его преимущества. Ведь суть создания подобной машины была в том, чтобы совершать быстрые беспосадочные перелеты между отдаленными населенными пунктами. Для сравнения, дальность полета «Конкорда» превышала 6400 км, а двигатель RD-3651A, который обеспечивал дальность полета до 5300 км, так и не смогли довести до ума. С вами «Военная техника-2» и мы продолжаем рассказ о самолете Ту-144. В середине 90-х пассажирский лайнер принимал участие в исследовательской программе, которую КБ Туполева проводило совместно с американцами. Агентство НАСА изучало возможность создания сверхзвукового лайнера нового поколения. Для исследований был использован самолет Ту-144LL, который являлся сильной модернизированной версией Ту-144D. На него были установлены новые двигатели НК-32-1 взамен RD-3651A, давно снятых с производства. Американцев и не рисовали многие вопросы, связанные с полетами на больших скоростях. Изучение температуры обшивки и конструкции лайнера, работа силовой установки, оценка устойчивости и управляемости самолета на разных режимах полета, коэффициенты трения и многое другое. Кроме того, заказчики изучали особенности атмосферы на больших высотах, степень воздействия на экипаж и пассажиров космической радиации, способы защиты кабины и салонов от шума работы бортовых систем. Очень часто говорят, что советский самолет Ту-144 – это клон или копия «Конкорда». Это неправда. Эти машины сильно отличаются и конструкционно, и даже внешне. Туполевская машина гораздо мощнее, и у нее больше взлетная масса, и она способна брать на борт больше пассажиров. Ту-144 имеет ряд интересных технических особенностей, например, переднее горизонтальное оперение. Это позволяло советскому лайнеру использовать более короткие взлетно-посадочные полосы. Однако при этом Ту-144 проигрывал своему конкуренту в самой главной характеристике – в дальности полета. После катастрофы 2000 года «Конкорд» также был снят с эксплуатации. Эра пассажирских сверхзвуковых самолетов приостановлена. Однако можно уверенно сказать, что человечество еще вернется к идее сверхбыстрых пассажирских перелетов. Но это произойдет уже на другом витке научно-технического прогресса. Сегодня работы в этом направлении ведутся в нескольких странах мира. Ну а мы надеемся, что этот фильм был вам полезен, и как будут развиваться события, как всегда, покажет время. А с вами была «Военная техника-2». Увидимся в следующих выпусках на канале. Друзья, хотим порекомендовать вам канал нашего друга Данила Осипова. Он посвящен военной технике и армии мира. На канале всегда качественный контент и отличное музыкальное сопровождение. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok